Сегодня в своей авторской программе специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Асламова расскажет нам о том, что она знает, что видела и что поняла, побывав в Солсбери, где по-прежнему, как мы понимаем, продолжают в кавычках расследовать дело Скрипаля. Даша, я приветствую тебя, здравствуй. Здравствуй. Где и как это произошло? Вот в этом-то вся и фишка, как бы, в этом... Так было задумано, вброс различных ложных версий, которые направляют людей в ненужное направление. То есть, когда ты приезжаешь на место, у тебя вот вся картинка на глазах. Потому что все, что тебе начинают наговаривать СМИ, это оказывается полной чушью. Город – идеально подготовленная сцена для преступления. Для преступления, которое было задумано, да? Это типичный английский городок, там нет ни одного мигранта, что вообще в Англии предстоять невозможно. Это белый, богатый городок, очень красивый, туристический. Сердце Англии вообще, когда говорят о Сумбери, то все они говорят, о, какой милый город, наш любимый город и так далее. То есть, лучшее место для атаки, а это все-таки подано как химическая атака на мирных граждан, просто нельзя представить. И центр совершенно крохотный. Несмотря на то, что пишется, что население 40 тысяч, на самом деле, конечно, идите 40 тысяч. То есть, это очень узкий, крохотный центр. Остальное – это окружающие деревеньки, которые тоже включены в этот округ, значит, там, окружающие дома. Все, вот все, что ты можешь обойти, это 15 минут ходьбы. Лен, когда 15 минут ходьбы, и все, все бары, рестораны, тусовка, вся сконцентрирована в этих 15 минутах ходьбы, ну, может быть, 20 от силы, я не знаю, я просто все эти маршруты прошла целиком, то, естественно, начинаешь разговаривать, как Глеб Жулог говорил, в каждом деле найдется маленький человечек, который что-нибудь слышал, что-нибудь видел, что-нибудь подозревает, что-нибудь унюхал, и вообще нужно его просто потрясти. То есть, я действовала тем же методом. То есть, я просто ходила, разговаривала со всеми людьми, потому что, естественно, каждый сам себе детектив, у каждого есть своя версия. И когда я выяснила, что версия событий у всех жителей Сосбель одна и та же, что поразительная, и она абсолютно не совпадает с версией событий, которые разрекламированы так широко в мировом СМИ, то стало понятно, что здесь как бы, извините, что-то скрывают. Первая вещь, как мы заметим, как вбрасывались версии. Первая громкая версия, значит, 3 дня идет, цитата, в ресторане Зизи, газом новичок, вот это была, мне кажется, это была ошибка. С одной стороны, газ новичок, он соединяет все это с Россией, для чего было все придумано. С другой стороны, для любого специалиста это сразу стало полным шоком, потому что ресторан Зизи, который я видела, я сидела напротив, напротив него, это ведь очень маленький ресторан, ну, приблизительно, знаешь, как наша, ну, может быть, чуть больше нашей студии, да? Типичная итальянская запекаловка. Значит, напротив нее находится кафе Билл, ровно, значит, с хорошим проглядыванием, и я разговаривала с официантками. Естественно, у них все подружки работали в ресторане напротив, город очень маленький. Естественно, что простой вопрос, когда говоришь, а как это, собственно говоря, в Зизи можно отравить газом новичок? А все жители уже прочитали, что такое газ новичок. Естественно, все полезли в интернет. Потому что это крохотное помещение, столики стоят рядом. Элементарно, ты травишь скрипалей, это значит, пострадает официантка, соседи по столику, люди, которые сядут на это место, посудомойка, которую несет тарелки, люди, которые уберут, повар, который потом будет что-то готовить. То есть пострадать весь, там уже вынесли бы просто народ бы по ресторану. Никто не пострадал? Даш, но тем не менее, вот сразу, да, я буду тебе задавать вопросы, которые касаются вот конкретики. Конкретика, например, в той же презентации, которая была представлена британской стороной, сказано, что сотни человек могли находиться в зоне, там пострадавшие и так далее. Их нету, их нету. Понятно. Нету даже одного. То есть есть заявление доктора, которая приехала на место поражения скрипалей, нашла через 30 минут. И когда BBC написала о 20 пострадавших, дали цифры выросли до 30, дали, сказали, 40, я сегодня узнаю, что оказывается у нас 150 пострадавших, которых нет, их никого нету. И доктор, который приехал на место и не пострадала, она приехала через 30 минут, она официально заявила, BBC написала им протестное письмо, что пострадавших, кроме скрипалей и кроме офицера полиции, который уже очухался, все с ним хорошо, удивительно, как это он быстро очухался. Его выписали? И говорили, что он чуть ли не в коме, не в какой коме он не был, что пострадавших нет, в городе нет, что были паникеры, которые приходили, им делали анализы крови, все анализы крови в порядке. Это чушь, это вранье, теперь мы уже слышим. Заметно, какую она удобную формулу выбрала Мэй? Возможно, могут быть 150 пострадавших. Где они? Покажите хоть одного. Нет, но если речь о многомиллионном городе, там действительно... А ты можешь себе представить, что ты просто... То есть, если... Когда я прошла жителей, говорю, где пострадавшие, они говорят, какие пострадавшие? Ну, потому что, естественно, крохотный городок, если ты сам не знаешь кого-то, ты знаешь твой сосед, твой знакомый, ты говоришь, ты знаешь, там у меня соседки, там знакомые или с работы увезли. Никто не пострадал, нет никаких, это выдумка. Есть абсолютно конкретно, вот пара скрипалей, вот семи месяцев с крипалей и офицер, которого выписали. Его, думаешь, выписали после газа новичок? Это же как нужно было быстро его обработать. Теперь мы идем по версии. Зизи отпадает, а три дня газетам уссорили этот Зизи. Да, потому что все официанты говорят, ну как? Извините, они вышли с Зизи здоровыми, есть сидеть. Они вышли здоровыми. Далее, значит, стали говорить, был милпап, он весь тоже оцеплен, там все, значит, закрыто. Они были в милпапе до того. А, вторую версию вбросили. Вбросили версию, что нет, это не Зизи, значит, они положили отравленный букет на кладбище. Правда, такой сценарный прям фильм, отравленный букет, кладбище, очень красиво звучит, это просто вот хорофильм такой, фильм ужасов. Потом выясняется, значит, осыплют это кладбище, ровно три дня, все мировые медиа снимают этих безумных людей в скафандрах, значит, рядом бродят живые совершенно голуби, совершенно здоровые голуби, и рядом сцепляют без скафандров, которые все это снимают. Это, конечно, вообще, это сцена сильная, да, вот, но зато, да, зато, знаешь, такие морды в противогазах, страшно, реально страшно, знаешь, такие космонавты, блин, ты не знаешь, что это, Луна, Марс, то есть такая сцена, да, и эти птички летающие. Мне хозяинка к гостинице, у которой на этом кладбище покоронены, значит, мать и дочь, говорит, это вообще чушь какая-то. Я, говорит, пошла, с тропинкой, женщина, вот, можете потравиться, она говорит, слушайте, как можно потравиться? Люди похоронены, один кремирован, ну, то есть там, что там можно вообще искать? Один кремирован, дальше, они лежат тут уже несколько лет, вокруг у нас кладбище полное, кроликов, значит, всяких там, вот этих живых, прекрасных голубей, которые там летают, я не знаю, они не мутировали, ничего с ними не случилось, птички, белочки, никто, все они живут на кладбище, это как огромный парк. Она говорит, и что, и где? То есть первым померла бы живность на этом кладбище, то есть что вы тут спектакль устраиваете с выкапыванием останков, это же страшно, красиво, бумс, забыли про букет на кладбище, нету букет на кладбище, повскрывали, оцепили, поставили, значит, желтый тент, окей, значит, следующая, дальше идет третья версия, Юля привезла чемодан из Москвы, но тут начинают уже ржать профессионалы, потому что, ну, какой, это уже даже жителям очевидно, они говорят, ну, какой может быть, чемодан яда, они бы уже померли, их нашли бы просто в этой квартире там через, спустя много-много дней, потому что девушка приехала, она открывает чемодан, естественно, привезла нам в рекопапе подарочки, что-то еще, ей нужно распаковать вещи, за 24 часа все здоровы, живы-здоровы, потом они запустили мульку, что типа там нашли следы яда, и опять же потом эту мульку убрали, там очень хитро, что они дают, как бы, газеты дают версию вбрасывают, говорят, по источникам, и когда они называют... И следят, какая реакция будет? Да, а источника, что люди просто умерли бы за 24 часа, потом как ей подложили-то в чемодан? Что она сама приехала, смешала ингредиенты? Или это уже было смешано? Если было смешано, потравился бы самолет. То есть след яда был бы виден, это же, это серьезная вещь, значит, кто смешал? Сами приехали, сами смешали, я имею в виду, что, ну, пусть, когда абсурдность стала понятна, версия ушла. Но там была еще одна версия по поводу смешали, что его одежда была обработана одной составляющей, ее одежда другой составляющей этого... А потом они встретились. А потом они встретились, произошла реакция, ну, то есть... Да, это уж совсем фантастическая версия, но в таком случае, когда они встретились, обнялись, в таком случае они должны были, опять же, помереть сразу, ну, как минимум, а не через 24 часа. То есть они не касались друг друга, или что, боялись поцеловаться с друг другом, это что, это бред. Поэтому, заметь, эти версии, их сразу сбрасывают, когда видите, что не проходит. И четвертая версия, уже совсем сумасшедшая, значит, что они ехали на машине, в вентиляцию попал, уже яд в виде порошка. Уже забыли про газ, новичок? Уже косопорошок? Что за порошок? И после этого порошка они оставили машину на парковке и два часа бродили по городу, и с ними было все хорошо. И при этом, что реакция на новичок наступает через одну 10 минут. Итак, Даша, четыре версии, которые сейчас ты назвала, одна другой фантастичнее. Одна другой смехотворнее, да, и фантастичнее, и прекрасно выглядит для ТВ и газет. То есть, мы называем, еще раз повторим, для тех, кто ее не слышал, первая версия ресторан Зизи, это люди сразу ставят себе на место посетителей, о, и я мог быть отравлен. Вторая версия, это отравленный букет на кладбище. Третья версия, Юля привезла яд за 24 часа в чемодане, она абсурдна, и порошок в вентиляционной системе автомобиля. Все эти версии доказали свою абсурдность, они уже сошли с полос газет, потому что, ну, это стало очевидно и людям, что что-то слишком много версий, и все они не совпадают, специалисты говорят, что ни одна из них не подходит. Но для жителей Сосбери совершенно очевидно, где убили скрипалей, где было, вернее, покушение на убийство. Дело в том, что скрипалей видели живыми, выходящими из ресторана Зизи. До этого они сидели почти час в пабе, тоже абсолютно живые, значит, опять попадает версия с вентиляцией и порошком. Они бросили машину на парковке, прошли в паб, выпили, посидели хорошо на свежем воздухе, потом завернули, там буквально пройти 200 метров, ресторан Зизи. Там они хорошо тоже покушали, расслабились, вышли живые, в ресторане никто не пострадал, ни один человек, никаких следов яда там нет, это все выдумки. И вот тут они заворачивают за Зизи, это, кстати, почти все указывают одно и то же место, в длинный проход. Да-да-да, там такая галерея. Галерея, длинная, открытая галерея, около 35 метров, широкая, темная. И там обычно, это тоже подчеркивается жители, обычно нету в Субботу в Крестине народу, потому что это просто для них был краткий путь на парковку. Если свернуть туда и пересечь сквер, который называют громко парком, там находится парковка, где они оставили машину. Поэтому это логично, куда они свернули. Они сворачивают этот проход, в этом проходе им становится резко вдвоем плохо, и они едва-едва дотягивают до конца прохода и падают на скамейку в сквере, где, значит, их потом находят, позвали, люди видят, вначале думают, что просто пьяницы или наркоманы, их видели, там были мамаши, гуляющие с детьми, там так далее. Никто, кстати, не пострадал. День был прекрасный, средина дня. Подумали-подумали, позвали полицейского. Что делал полицейский, подойдя к отравленным, к любым людям, он пытается их потрясти. Вы в сознании? Конечно, да-да-да. Он уклоняется, смотрит, что с ними, пытается общаться. А потом щупает, естественно, пульс, если люди умерли или нет. Это первое, что идет. Поэтому, скорее всего, что-то было, но это ясно не новичок, полицейский просто не очухался бы. И доктор бы пострадал, который приехал через 30 минут, а с доктором все в порядке. И тогда полицейский становится плохо и вызывает, значит, скорую. Всем троим. Значит, ясное дело для всех, то есть очевидно, что если вышли отсюда живые, свернули в проход и стало вдвоем резко плохо, в этом длинном-длинном проходе, крытом, темном, их траванули. То есть, чем их отравили? Вряд ли газом новичок, потому что осталось бы и спреи в воздухе, а может быть, это был водный пистолет, может, что-то еще. Неизвестно. Идут двое людей, которые, папа и дочка, которые хорошо выпили, хорошо закусили, провели прекрасный воскресенье день, идут спокойно, разговаривая к машине. То есть, как одна дама мне в Солсболе, даже если их могли сзади на них чем-то брызнуть, но Солсболе не тот город, когда ты оглядываешься, если кто-то идет позади тебя. Потому что это очень такой расслабленный мирный город, все друг друга знают. Да, это не у нас там переходы в спальном районе темные, когда ты любой шаг с звеной воспринимаешь как угрозу. Нет, нет, это совершенно такой расслабленный. Это не тот город, где оглядываются назад. То есть, для всех жителей абсолютно четко известное место убийства. И оно единственное логичное. А его-то обследовали, кстати, вот мне интересно. Никаких разговоров про этот переход нет. То, что тебе скажет каждая официантка, каждый повар и каждый вообще завсегда тай-паба, почему-то совершенно не очевиден для Скотланд-Ярда. Понимаешь? Вот это вот для них большая загадка. Где же траванулись крипалей? Далее. На всем пути, я прошла его много раз, весь этот путь, он всего-то занимает парковка, мил-паб, ресторан-зизи, проход и торговая скамейка. Весь этот путь, он 5-10 минут, да? На всем пути каждый 20 метров стоит камера. В этом проходе стоят две камеры. Это Лена, это при том, что я все-таки могла что-то недосчитать. Но я только на этом месте прохода насчитала около десятка камер, а их наверняка больше. Дело в том, что это самый центр, там еще рядом банки, рестораны сами по себе контролируют свою территорию. Значит, эта центральная площадь называется Ярмарочная площадь, там просто плюнуть некуда от камер. То есть у них просто готов полный фильм. На этом фильме должно быть пусть смутное, пусть какое-никакое, на изображении человека, который совершил нападение. Это раз. Значит, почему нам не предъявляют, где видео? Первый вопрос. Где подозреваемый? Хотя бы смутное. Пусть он шел в шляпе, пусть он шел в пальто. Должна быть какая-то фотка. Мы разыскиваем человека, который брызнул. Ты знаешь, смехотворно то, что появилось единственное видео их машины, буквально движущиеся несколько секунд. Все, больше ничего нет. Просто машина едет по улице. Все. Вот, говорит, это вот видео, смотрите, машина с Киполей попала. Там есть город видео. Там есть город видео. Парковка вся в видео. Вот о чем и речь. Милпап весь окружен в видео. Весь парк, весь сквер контролируется в видео. Там нет места. Мостик, через который они дошли, упали. На нем тоже стоит видеокамера. Потому что это просто невозможно ни увидеть, ни знать. Или хотя бы пусечек хоть в маске идет, хоть без маски. Но вы должны показать нам, как это случилось, и должны показать хотя бы портрет подозреваемого. Да, да, да. Вот этот человек, которого мы разыскиваем. Понимаешь, в деле Литвиненко как минимум они сразу заявили, значит, вот японский ресторан, Полония, вот сюда Полония, а вот есть человек по фамилии Луговой. Будет доказано это или нет, это другой вопрос. Но у них как минимум была какая-то сложная версия. А тут вообще никаких версий, нет подозреваемых, нет версий. Есть химическая атака. Есть химическая атака, и нет пострадавших. Имею в виду, что кроме скрипалей и уже выздоровевшие офицеры, то считаем, что пострадавших у нас двое. Это скрипали. Следовательно, газ новичок, скорее всего, полностью отменяется. Никакой не газ новичок, потому что простая вещь, люди бы полегли. Доктор бы пострадал, как минимум. Потом, если это брызги, в этом проходе кто-то прошел, ему стало плохо. Все, ни одного пострадавшего. Теперь нам говорят, а 150 людей, которые, возможно, могли пострадать. Ну скажите, 40 тысяч жителей СОСбери могли пострадать. Так будет гораздо сильнее звучать. 7 миллиардов людей на планете вообще могут пострадать. Все могли пострадать, ты понимаешь? То есть это такой абсурд. Скоро будет 200-300, поверь, но только их нету. Даш, тем не менее, все-таки, ты честный журналист. Вот то, что ты видишь, то и говоришь. То есть, тебя нельзя обвинить в каких-то там неких компромиссах. Скажи, пожалуйста, это мы или не мы? Вот к какому выводу ты пришла? Потому что сейчас это волнует всех. Обвиняют Россию, это очередное там мировое зло и бог, и знает еще что. Вот все-таки есть русский след в этой истории или его нет? Простая вещь. Представь себе разведку. Во-первых, в этом преступлении нет рутины. Я все-таки обучалась немножко в Международной Академии Безопасности в Израиле, поэтому какие-то основные вещи я знаю. Более того, что у меня есть друзья-спецы, с которыми я консультировалась по этому вопросу. Преступление, которое совершается таким образом, оно же будет хорошо подготовлено. То есть, допустим, хорошо, Россия засылает там спецов, да, одного или два человека. Город маленький. Готовиться к преступлению можно очень короткое время, потому что каждый останется на виду. Меня через три дня уже знали. А можете представить там, да, ну, потому что, естественно. Что делают прибывшие? Допустим, наш. То есть, они должны перевезти как минимум яд. Они же не пойдут в магазины покупать пестициды, чтобы смешать. Значит, они должны, то есть, это какие-то люди, новички в этом городе, да? Значит, они должны готовить это преступление. Что они делают? Они изучают рутинные места жертвы. Это первое правило. То есть, куда человек ходит? Или он привык ходить вечером в паб, вот именно этот паб, ему удобно сюда, он сюда ходит. Это совершенно профессиональная работа, изучаются рутинные места. И в одном из рутинных мест готовится покушение. Ну, естественно, его дом, это тоже рутинное место, где может быть покушение. Уже выяснено, что не в доме убитый. Значит, они выясняют такое место. Приезд дочки, скрипаля, ломает всю рутину, потому что рутина прекращается. Неизвестно, что они придумают с дочкой. То есть, они могут поехать с дочкой в гости к родственникам, друзьям, знакомым. Они могут пойти в ресторан, они могут ехать в Лондон, они могут придумать все, что угодно. С этого момента вся операция должна быть либо отложена, либо отменена вообще. Вот это называется отсутствие... Поэтому специалисты, с которыми я разговариваю, сразу сказали, это не операция для одного-двух человек и еще засланных казачков в городе, в котором все на виду. Далее. Эти засланные казачки никогда бы не совершили преступление в центре города под таким количеством камер. Это просто... Ну, это просто сумасшествие. Они же все-таки киллеры, а не самоубийцы, да? Им нужно иметь пути отхода. Другой момент. Юля это лишний фактор, это лишняя проблема. Потому что если дана задача убить скрипаля, то Юля это либо лишняя жертва, а значит много шума, потому что она невинный человек. В таких делах стараются невинных людей не трогать. Гражданка России. Гражданка России, да. Более того, она еще и... Лишней свидетельствой что-то сорвется, и она вообще осложняет всю систему. То есть можно было, знаете, подождать, пока Юля уедет. Или сделать это до того, как Юля приедет. То есть как бы... А для людей... То есть профессионалы говорят, работала минимум группа, не менее пяти-шести человек. Большая группа работают, а большая операция. Это я говорю только об оперативных работниках. Потому что никто не знал, куда пойдут Юля и ее папа. Нужно было отследить их до парковки. Надо было везти их до паба. Надо было их везти до ресторана Зизи. И скорее всего, на просе ресторана Зизи сидел какой-нибудь милый человечек в кафе Билл напротив, запотевший за кофе, и ждал, когда они выйдут. Вот когда они вышли, свернули в проход, он тоже вышел и свернул в проход. То есть, скорее всего, это... То есть единственное логичное объяснение, потому что было ясно, что они, если пойдут на парковку, это единственный короткий путь. То есть это работа для большого числа людей. Я говорю только об оперативных работниках, я не говорю о том, как готовить это преступление. То есть в такой ситуации, Юля, для них бонус. Потому что если мы готовим громкое преступление в центре города, то лишняя жертва, тем более невинная, тем более девушка, это бонус. Итак, Даша, ты сказала о том в предыдущей части, что это большая, спланированная спецоперация без участия русских, потому что любой новый человек в маленьком городишке был бы просто на виду. И операции не было бы, сделано под десятками камер, когда тебя снимают, были бы подготовлены пути отхода, потому что киллер не самоубийца, он бы сделал это в таком месте, где бы его не засекли. Это можно было сделать, не знаю, близко к дому, к чему угодно, где нет камер. Выбрано самое шумное место, выбрано самый шумный день, выбрано самый центр полной народа, воскресенье, теплая погода, когда весь город на улице. То есть исключено. Хорошо, в таком случае давай вернемся к вечному вопросу тех же самых английских детективов, кому это выгодно, ну и, соответственно, как и кто мог устроить эту спецоперацию, по твоему мнению. Потому что сейчас вот наверняка критически настроенные наши радиослушатели скажут, ой, слушайте, в любой стране мира есть там русские засланные казачки, которые там внедрились, там живут, они уже стали британцами, их воспринимают как британцев, кто мог дать... Они были бы на видео. Они были бы на видео, нам уже предъявили бы портрет убийцы, поскольку я подтвердила, что там на месте преступления находится не менее десятка камер. Ни одного видео не предъявили, ни одного человека, который мог напасть, не предъявили. Мы уже установили место преступления, это проход между рестораном в Зизи и сквером, в котором они упали. И ясно, что яд был мгновенного действия, потому что подействовал, это не пищевое травление, может, это даже был вариант, что, может быть, им в пищу подложили. Потому что пищевое травление связано с пищеводительным трактом человека. Оно действует на всех по-разному. Исключение к SIAN-истой калии. Сразу наверняка. Они бы не встали бы с SIAN-истого калия. Оно действует на всех по-разному. Зависит от количества пищи в желудке, от количества прохождения пищи в желудке. Люди не падают разом от пищевого отравления. Следовательно, если они упали разом после этого прохода в сквер, это было что-то, что подействовало мгновенно на обоих и совершено только в этом месте. Другого места нет, и оно все просматривается камерами. Значит, с чем мы имеем дело? Мы имеем дело с операцией под фальшивым флагом. В операции под фальшивым флагом есть четыре компонента, из которых она состоит. Первое. Первый компонент. Нужно быть козел отпущения, официальный убийца, скажем так, как, например, Освальд в деле Кеннеди, президента Кеннеди. Обычно этого человека быстро убирают. Или как братья Куаси в деле Шарли Бдо то есть два мелких террориста, которых убрали тут же. То есть их никогда не... Этих убийц, которые предъявляют публике, их нужно быстро убрать. В данном случае мы имеем дело с не с классическим козлом отпущения. У нас есть коллективный козел отпущения, в данном случае это русские. То есть свалено убийство, не убийство покушения, но убийство, фактически убийство. Оно свалено на целую страну. То есть козел отпущения есть. В пункт второй, операция под фальшивым флагом, должна быть, естественно, группа профессиональных убийц. Их так называют, в профессиональной практике их называют невидимые убийцы. Это то, кто реально осуществляет убийство. Это профессионалы, которые реально убивают. То есть их никогда не... Почему невидимые? Потому что никто никогда их не знает. То есть это люди, которые делают операцию и уходят в тень. Все. То есть есть официальные убийцы для публики, есть невидимые убийцы. Пункт третий. Мощная структура, значит, которая обладает техническими, финансовыми возможностями и непременно обладает государственным прикрытием. Потому что осуществить такую акцию без государственного прикрытия, масштабное такое преступление, тем более под всеми камерами, что называется, какие только есть, нужно иметь государственное прикрытие. Соответственно, вот эта структура и есть заказчик. Это чаще всего политические круги, даже влиятельные политические кланы или круг, или это может быть... Даже не обязательно в курсе будет, например, президент страны или премьер-министр. Потому что чаще всего их могут использовать вообще вслепую, подставляя, то есть как бы накачивая различные информации, доводя до истейки, используя те, кому это выгодно. Это может быть военная, финансовая группировка, как кто угодно. Но она обязательно связана с государственными структурами. Потому что без прикрытия государства осуществить такое масштабное дело нельзя. Четвертый компонент – это корпоративные медиа, контролируемые, которые поддержат версию о первом козле отпущения, то есть об официальном убийце. В них можно будет вбрасывать постоянно версии, одна, другую ярче, которые очень сильно действуют на воображение людей, потому что каждый ставит себя на это место. И в результате люди запутаются, уже никто не знает, что, а как, собственно говоря, отравили. Да, вот мы уже выяснили, как отравили хотя бы место. А для людей это не очевидно. Они видят вот вброс такой, вброс такой, вброс следующий, кладбище, значит, машина, квартира, ресторан. Непонятно что. Что происходит? Ах, как страшно, ах, как это все могло произойти. То есть для этого у нас еще корпоративные медиа. Вот эти медиа у нас есть, они практически сбрасывали версию за версию, отрабатывали свое дело очень хорошо. Вот это все четыре компонента у нас присутствуют в деле операции под фальшивым флагом. То есть когда ты выставляешь ложное, у тебя есть, скажем, отпущение, и обычно выполняется это все-таки государственными структурами. Вот типичная, говорю, типичная операция под фальшивым флагом это Шарли Эбдо и, например, убийство президента Кеннеди. Это очень много таких операций в мире, да? То есть Освальда, как ты понимаешь, убрали через двое суток, да? По-моему, на вторые сутки его убили. На вторые сутки его застрелил итальянец. Да, но в данной ситуации тогда не очень понятно, а кто заказчик, кто эту схему действия привел? Заказчик, может быть, невозможно действовать на территории маленького города, под камерами, под всеми камерами. Да-да, я понимаю. Рядом находятся военные объекты, причем два военных объекта. Вот. Кстати, об этом тоже не бывает не стоит. Да, один портон-даун, где находится одно из самых больших хранилищ ядовитых веществ в Европе. Одно из самых, представляешь, это всего в семи километрах от Солсбери. А, если не ошибаюсь, в шести километрах от Солсбери находится центр по тренингу против радиологических, ядерных, биологических атак. То есть два таких серьезных места. Более того, в Солсбери очень популярна мифология, как мне рассказывали, что если кто-то заболевает странной болезнью, то все начинают обсуждать в пабах, ага, утечка из портон-дауна. Есть такой момент, что вполне может быть. Тем более, что в этом портон-дауне в свое время, в 1953 году отравили человека, по-моему, по фамилии Роберт Мэдисон. На нем использовали сыворотку якобы против гриппа. А на самом деле был страшный яд. И преступление было признано только через 50 лет. Он скачался в страшных мучениях. И семье выплатили 3 миллиона фунтов стерлингов, если не ошибаюсь. То есть через 50 лет правительство признало, что действительно в портон-дауне провели опыт на живом человеке, который ничего об этом не подозревал. Его убили. Поэтому это может делать только английская разведка. То есть это была спланированная операция, направленная на очередную дискредитацию России, да? И плохо спланированная. Объясню почему. Значит так, если даже это дело ЦРУ, то оно не может работать на территории другой страны, не поставив известность разведку этой страны. То есть как бы это невозможно. И бы взяли, ну как бы, это так не бывает. Потом я заметила, если бы это сделано было по заказу ЦРУ, у которого есть вещество «Новичок» и так далее. И живет автор этого «Новичка», проживает до сих пор в Принстене, ему 83 года. Мерзоянов до сих пор жив-здоров и дает постоянные комментарии. Кстати, он заявил не так давно, что «Новичок» абсолютно точно есть у англичан. То есть поначалу он говорил, что англичане это вполне могли произвести вещество, никаких проблем с ним нет. Значит, это магазин только английская разведка. То есть это МИ-6 и МИ-5. МИ-5 это внутренняя разведка. Почему специалисты говорят, что это торопливо сделанная операция? В чем тут прокол? Прокол именно в том, что, как видишь, достаточно было просто приезда непредятого человека, как я, да? И достаточно было того, что даже жители Солсбери вычислили место, какие-то происходило, и слишком много версий, нет готовой версии. То есть грубая топорная работа, это должно было произойти именно в это время? В это время, поэтому торопились. Что, Даша, можно сказать, что поджимало так? Что поджимало, да. Поначалу как бы ясно, что, да, за неделю до выборов России, за две недели до выборов России, то есть скандал, все. Но ведь выборы как бы были известны, когда будут. Можно было и подготовиться, да, к этой операции. Конечно, это не тайна, это не события, которые происходят. Да, ощущение такое, что, значит, вот из разговоров, что провокационным, скажем так, вот такой, может быть, эта акция планировалась там еще в каком-то такой перспективе, да? Но вот такой триггер, вот такой спусковой крючок, это была речь Путина о том, вы нас не слушаете, это не только, но и все противоракетные системы. Ты помнишь, что Запад молчал в шоке? Да. Дни пять не было вообще никакой реакции. То есть это был такой открытый рот и тишина. Потом началось вяканье, что, а может быть этого и нету, а если есть, то мы сильнее, да, мы еще не такое придумаем. Пять суток вообще никакой реакции. Ее просто не было. То есть я просто смотрела, думаю, ну где же реакция там? Потом пошли потихоньку, потихоньку заявления и так далее. Это был шок. И вот тогда-то, я думаю, эту операцию решили осуществить, чтобы полностью... Путишили из подсукна просто, да? Да, тогда был какой-то планчик, да? Потому что еще все обращают внимание, что шел британский сериал не так давно, в котором убивают газов новичок. То есть это, знаешь, было нетрудно. И вот планчик был и начали сильно торопиться. И тут возникает еще такой бонус, приезжает дочка. То есть, значит, тогда нужно срочно организовать еще с дочкой, невинной жертвой, на открытом воздухе, потому что открытый воздух позволяет говорить о газовой, о химической атаке на мирное население, значит, на мирных граждан Британии. Ни больше, ни меньше. То есть, и поэтому в этом деле столько нестыковок, столько проколов, которые, очевидно, для человека, который приезжает в этот крохотный городок и просто, ну, опрашивая жителей, ты выясняешь, собственно говоря, что, ребята, нас дурят. Это просто подстава. Еще важный момент. Идет геополитический момент. Очень торопились еще в связи с тем, в связи с чем, я думаю, с этой провокацией. Идет, значит, сейчас идет успешная операция в Восточной Гуте. Рано или поздно она будет, Гута зачищенная. Просто знаю, насколько Дамаск страдал от Восточной Гуты, потому что Дамаск постоянно обстреливается именно с Восточной Гуты. Угу. И вот сейчас найдет успешная зачистка. Пошли кументарные коридоры, и они от злости бесятся, они не могут что придумать. Более того, когда туда вошли войска, они обнаружили фабрику по производству ядовитых веществ. Угу. И все заткнулись. Что-то тишина, ничего не слышно про Восточную Гуту, никаких больше криков нету, потому что обнаружили фабрику. Они же готовы, все время говорили, газовая атака в Гуте, газовая атака, химическая атака в Гуте. А тут, блин, вошли, обнаружили ту самую фабрику, на которой изготовлялись, значит, Зарин-то, по-моему, и что-то еще в этом тут. По-моему, Зарин. То есть и все заткнулись, тишина. Значит, и здесь идет связка. То есть Россия не просто поддерживает ужасного злодея Аста, который устраивает химические атаки против мира населения. Россия сама подготовила, осуществила атаку в центре Европы, в сердце Англии, беззащитной Англии. В маленьком провинциальном городке совершила атаку аж на 150. Почему? Ну, я думаю, в следующей неделе будет 300. Аж на 150 английских граждан. Да, ну, в общем, действительно, волосы стоят дыбом от того, что могли сделать из, собственно, ну, практически ничтожного по своей, ну, скажем так, значимости события. То, что уж простите меня, но, действительно, атака на одного отдельно взятого, никому не нужного, бывшего агента используемого и одной разведкой, и другой. И из этого сделать скандал мирового масштаба, когда высылают дипломатов пачками, когда страны просто вот так вот с флагами «Долой Россию!» вообще с мировой арены выходят, чуть ли не выходят. То есть мы понимаем, что, да, эффект превзошел, наверное, все ожидания. А что там на месте-то люди думают? Вот мы говорим о том, что, очевидно, это не Россия. А они с этим согласны? Жители города? Все, что думает провинция, это можно одни написать словом «кошка бросила котят, это Путин виноват». То есть поэтому вот тут абсолютно, да. Когда спрашивают людей, они очень четко выстроили схему, как произошло. Кто виноват? Путин. Почему Путин? А кто еще? Вот это мне очень нравится. Один ответ был совершенно шикарный. Как мне парень Павле ответил «потому что он мог». Прекрасно. Да, это логично. Прекрасно. И когда начинаешь так осторожненько говорить, ну, а может быть, может быть, может быть, все-таки ваши. Это такое оскорбление. Это знаешь, как джентльмены такие вещи не совершают. Ты понимаешь? То есть английская разведка – это самая благородная разведка в мире. Это настоящая как? Как? Вы нам не верите на слово? Боже мой! Да ведь совсем недавно был случай, я говорю, совсем уже недавно был случай с пробиркой. Вы трясли пробирками. Тони Блэр до сих пор не в тюрьме, а виноват в том, что погибло несколько сот тысяч жизней, несколько сот тысяч людей в Ираке. Полностью разрушенная страна. Говорили, что Ливия готовится напасть, значит, что у нее есть химическое оружие, и что не биологическое, что напастен диктатор. И что теперь бедная Ливия, где это Ливия, нет ни страны, ни диктатора, и деньги украдены уже давным-давно со всех счетов, которые были. То есть, ребята, вы о чем? То есть, как бы, вы не совершаете… Вот это все делается, понимаешь, из добрых побуждений, благородных. То есть, думали-то так. Ну, вот ошиблись, ошибочка вышла. Говорю, нет, почему же? Тони Блэр знал, что там нет химического оружия. Это признали. Почему же не в тюрьме-то? Ну, вот дело идет. Иракская досье. Говорю, почему бы вам не быть осторожными после Иракского досье, которое надело столько шума? Нет, наши спецслужбы это сделать не могли. Вот, знаешь, что меня поразило? Вот разница в менталитете, которая абсолютно… Вот между нами пропасть. У русских как? И, кстати, не только у русских. Вся Восточная Европа, которая воспитанная со времен коммунизма, мы предпочитаем вневерить всему, что пишут газеты, все, что говорят о социальной власти. Мы даже преувеличиваем в этом отношении. Мы в этом отношении просто истельки. Если нам сказали, что так, если власть сказала, что так, они что-то скрывают. Русские первым делом думают худшая власть. Мы так устроены. То же самое происходит абсолютно в Чехии, в Словакии, на балканских странах. Это первое предоставление идёт на власть. В странах… Как мне как-то очень хорошо бывший министр страны дел Угославии сказал, у нас иммунитет к пропаганде. Нам очень сложно промыть мозги, потому что мы выросли в такой эпохе, когда мы просто знали, как это делается. По той стороне жили в Новославе. Жили люди, которые жили очень хорошо, но жили тоже под своей пропагандой. И поскольку они считали, что они победили в холодной войне, что они выигрыши, они империя добра, а мы империя зла, то они настолько и остались вот как подопытные кролики. Вот что им скажут, тому не верят. Но это свойство, кстати, провинции очень сильно английской. Лондон гораздо более скептический город, но и там просто совершенно фантастические вещи. Происходит такая ситуация. Я разговариваю, например, со своим другом, который не видел, это он 20 лет, который превратился полностью в русофоба. И он начинает мне говорить, что вот это сделали русские. Я говорю, почему? Ты журналист. Он говорит, ты понимаешь, есть доказуемые, а есть недоказуемые преступления. Я говорю, это почему не ты? Он говорит, недоказуемые преступления нужно тоже наказывать. Я говорю, дорогой, в таком случае ты подрываешь не только все основы международного права, то тебя любой английский судья за недоказанное преступление вышвырнет с твоими недоказуемыми преступлениями. Ну, ты понимаешь, всем же очевидно, кто это сделал. Я впервые был горд своей страной, что премьер-министр Британии наконец-то заявила на второй же день, что виноваты русские. Наконец-то вам всем показали. Я говорю, ты соображаешь, что ты говоришь? То есть это был день вашего позора, когда без единого доказательства, без единого вообще никакой, на второй день расследования вы заявляете на весь мир обвинять целое государство в убийстве и без всяких доказательств. Система такая, это недоказуемое, а вы же сбили Боинг? Я говорю, минуточку. А это-то кто доказал? У вас 4 года расследование идет. Вот, Лена, в чем система, значит, в чем система пропаганды? Я разговаривала с британским, замечательным британским юристом Александром Меркулисом, он специалист по правовым вопросам. Он говорит, в чем система, когда выстраивается вот такая цепочка? Ты берешь одно недоказуемое преступление, связываешь ее с другим недоказуемым преступлением, потом еще одно недоказуемое, выстраиваешь цепочку и на седьмом-восьмом случае все говорят, ну а кто же еще, если уже 7 случаев. И все они недоказаны. Боинг, раз. Литвиненко. Литвиненко, два. Мельдоний, три. Березовский. Березовский, четыре. Ты посмотри, это вот только то, что вот… Вот только то, что мы тебе сейчас целуем. Да. И все говорят, ну вы же это сделали, вот тут, 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 тут. Как же мы это сделали, если это недоказано? Ну а кто же еще? И на что рассчитана вот такая пропаганда, которая сейчас реально вызвала, значит, журналист Милл Кларак очень хорошо сказал, русофобия – это официальный вид расизма в Великобритании. То есть можно, нельзя ничего сказать ни про цыган, ни про евреев, ни про арабов, ни про, значит, ну, ни про румынов, ни про французов, ни про кого, кроме русских. Про русских можно говорить все, что угодно. Русские – это вот, это вот реальный козел отпущения для всех бед. Русские сделали это. Все, точка. Русские – это реально русофобия. А русофобия, любая фобия – это вид расизма. Это расизм. То есть быть русским – это преступление. Понимаешь? И тут, что значит, как действует такая пропаганда такого рода? Почему вот эти вот связки выстраиваются? Я помню, как я просто плакала от бессилия, когда разбил, значит, был сбит этот Боинг. И то ли Гардиан, то ли еще… Я забыла, какая английская газета. Я открываю газету, и я вижу, значит, портрет Путина, а вокруг него вот эти лица жертв в черных красках, и так несколько страниц, и написано «Он их всех убил». Понимаешь? Это настолько была шоковая ситуация. То есть это было на второй день после сбития Боинга. И ты понимаешь? Вот уже прошло 4 года. Вот уже комиссия работает, и работает, и работает. Сколько там? 3 или 4 прошло, да? 4, 4. В 2014 году это было? Никаких доказательств нету. Все больше сканется к версии, что это могла быть Украина. И судя по всему, потому что молчат, скорее всего, это Украина, да? Мы опять же не можем это сказать, пока нет выводов комиссии. А у людей в голове отпечатана та страшная картинка. Он – убийца всех этих несчастных малазийских детей, или английских, или голландских, и так далее, и так далее, и так далее. Уже она закреплена в сознании. Конечно, конечно, конечно. А потом это остается. То же самое. Пройдет много там, не знаю, несколько лет, еще что-то. Уже следователи заявили, что преступление скрипали будет расследоваться не менее семи месяцев. Не менее семи. А зачем, если так все ясно? Ну, зачем вообще расследовать? А следователи говорят, не менее семи месяцев. А что расследовать-то вы собираетесь, если Россия уже виновата? Уже виновата, да. Ну, все, давайте доказательства. А потом, Леночка, будет маленькая, знаешь, после нескольких лет будет такая маленькая заметка. В газете будет написано, что не доказали. Как с Березовским? Как с Березовским? Не доказали. Что произошло? Почему? Кто сам повесился, убили? А кто об этом вспомнит, когда вся Англия трясется в ужасе, что ее могут отравить… Химатака. Химатака. Ее могут отравить… Английского гражданина могут отравить в ресторане, на кладбище, значит, в пабе, на улице, в воскресном парке, в котором гуляют дети, понимаешь? Это уже в сознание вбито. И кого потом интересует эта маленькая заметка в газете, что, к сожалению, там, доказательства не полные, не собрали полную картину. Уже все это забыли. Идеально продуманная провокация, кроме одного слабого места. Не успели заготовить портрет некого убийцы, которого надо разыскать, свалить на кого-то… Да, да, да. Потому что должны же быть конкретные исполнители, рано или поздно вопрос плывет, а кто конкретные исполнители под камерами. То, что видеокамеры и то, что не подготовили вот хотя бы складного рассказа. Ну, понятно, да. То есть не нашли вот того самого второе звено козла отпущения, которое надо… Да, первое, которое надо было устранить, некий там человек с русскими, может быть, корнями, которые как-то… Все, да. Или хотя бы его портрет что-то мутный. Вот это он. И даже не написано, как их убили. Хотя, по видеокамерам должно быть ясно. Да, Даш, но, тем не менее, сейчас встает самый важный вопрос. Мы видим, да, что ситуация лучше не становится. Все хуже и хуже. Уже нынешнее положение дел на мировой арене называют ледяной войной. Ледяной войной, да. Да. И вот как из этой ситуации выйти? Или все это тупик? Все. Дальше уже некуда. Мы, считаю, совершили две ошибки. Я говорила об этом с британскими юристами. Они говорят, ну, во-первых, вам нужно было первым поднимать крик, что убили вашу гражданку. Вам не надо было молчать. Убили вашу гражданку. Попытались убить вашу гражданку, и, скорее всего, из Комана не выйдет. Уже сообщили, что состояние такое, что из Комана не выйдет. То есть считайте убийство вашей российской гражданки. Тогда он начинает сразу поднимать крик. И крик обвинять Англию, что вы сделали, почему мы требуем расследования. Второе. Нашего мы должны немедленно подать в суд на британские власти, потому что нашего посла, наши посольства не допускают к больной гражданке Юлии Скрипаль. Нас не вводят в курс расследования, а обязаны, потому что это наша гражданка. Нам не предоставляют материала в дело, а тоже обязаны, потому что пострадала наша гражданка. И мы должны немедленно подать в британский суд по этому поводу. Это то, что мы можем делать реально быстро и требовать, чтобы нас допустили к материалам дела и допустили к самой Юлии. Потому что мы имеем на это полное право согласно всем законам. Мы этого пока еще не сделали. Я считаю, что это ошибка. Это же позиция, не надо прятать голову в песок, нужно атаковать. Мне кажется, что ничему нас жизнь, к сожалению, не учит. Как всегда, да. И спортивные скандалы. Помнишь, да, вот когда начались сейчас судебные иски, реальные расследования, тут же это колесо начало обратно поворачиваться со скрипом, но начало. Да. Мы всегда опаздываем. Нам всегда кажется, почему-то кажется, что, ой, вот если закрыть глаза, то все-то как-то рассосется. Нет, ничего не рассосется. Позиция ребенка, который засовывает голову под одеяло, так накрывается одеялом, говорит, сейчас я в домике и все хорошо. Да, меня нету, да. Меня нету. Ну что, будем смотреть, конечно, как развиваются события дальше. Специальная корреспондент комсомольской правды Дарья Асламова, побывав в Солсбери, предложила свою версию того, что могло произойти, и отмела четыре официальные версии, предложенные британской стороной. Дарья, спасибо. Спасибо.